Если бы у нас было окошко в потолке... Фарточка... Всем привет! Я не знаю, хорошо ли меня видно. Сегодня мы были на представлении, в котором участвовал один из наших знакомых. Точнее, один из солдат, с которым служит мой муж. И он учится быть актером. В конце второго года они делали такую... Как бы у них был проект, типа экзамена такого, что ли. Им нужно было сделать одну из сцен одного из больших спектаклей. Было очень интересно. Я думала, что мы вообще идём в театр. У меня муж сказал, что вот мы идём на представление. Я сразу так подумала, в Тель-Авив, наверное, театр. Куда ещё может быть? А здесь мы, оказывается, пришли в училище, где они учатся. И здесь учат ещё и, кстати говоря... Блин, по-русски вообще, я забываю, все слова вылетают у меня. Кинематограф, вот. И я с одной девчонкой разговаривала. Очень интересно, как раз я ей рассказала, что вот я снимаю видео. Она снимает это более... Ну, понятно, что она это лучше, так она это знает на таком более профессиональном уровне. Мне было очень интересно с ней поговорить постоянно. Вот, ну ладно, всё, мы бежим сейчас, пока у моих детей есть с кем посидеть. И, наконец, мы вышли. Блин, всё, у меня муж уже... Так, всё, ладно, пока-пока-пока. А театр оказался ненастоящим. Это импровизированный театр. Вся эта огромная песочница с песочными замками в реальной жизни является местом для упражнений в прыжках в высоту. Как вы можете видеть, актёры оккупировали эту площадку, и она в целом превратилась в своеобразную декорацию к древнему танохическому спектаклю и настраивает нас на определённый лад. Актёры излагались на древнееврейском языке, и мне даже заняло некоторое время, чтобы включиться и начать понимать, что они говорят. Сюжет спектакля — это спор двух братьев, претендентов на власть. Старший брат Рахавам, которого играет Ютам Кушнир, это сын известного израильского актёра, который, кстати, тоже можно было увидеть среди присутствующих. Так вот, Рахавам отсутствовал в Израиле 10 лет и находился в Египте, а после смерти своего отца царя Соломона он возвращается и претендует на занятие трона. На него также претендует и его брат Ерувам, рождённый от другой матери. Его играет один из офицеров, с которым служит мой муж. А параллельно найдёт ещё и любовный сюжет, так как оба эти брата влюблены в одну и ту же девушку, Маху. Четвёртый герой, точнее героиня спектакля, это мать одного из братьев, которая пытается их помирить, но в итоге попадает сама под нож. Одним словом, это библейская Санта-Барбара, если вы хотите узнать, чем всё это заканчивается, то обратитесь к источнику, так как этот спектакль это всего лишь отрывок, в нём не было концовки. Я получила огромное удовольствие, всё было очень необычно. Сидеть в сантиметре от сцены и буквально в метре от актёров это просто что-то нереальное. Игра актёров была безупречная и даже, я могу сказать, очень профессиональная, особенно принимая во внимание, что это всего лишь ученики, которые заканчивают второй год своего обучения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok